Тем не менее, пейзаж за окнами уже вполне зимний, что навевает на граждан новогоднее настроение. В ближайшие дни радовать тверичан и создавать праздничную атмосферу будут уже ёлки, гирлянды и другие яркие инсталляции. Сколько это будет стоить городской казни и каким видят убранство сами жители областной столицы, поинтересовался наш корреспондент. Каждый район Твери в ближайшее время будет украшен к Новому году. На улицах появятся искусственные ели, гирлянды, инсталляции, фигурки медведей, оленей и снеговиков. На Трехсвятскую планируют установить шар. Самое большое новогоднее дерево будет украшать площадь Ленина. Здесь на площади Ленина традиционно каждый год устанавливают и наряжают большую новогоднюю ёлку. Этот год не стал исключением. Уже в ближайшие дни конструкцию смонтируют и она засияет новогодним убранством. Это шары, гирлянды, светодиодные конструкции. На украшение центральной части города из городской казны готовы выделить 234 тысячи рублей. На портале госзакупок опубликован открытый аукцион на поиск подрядчика, который будет монтировать праздничные конструкции. Сами элементы уже закуплены. На 154 тысячи рублей украсят московский район. Дороже всего новогоднее убранство обойдется Заволжскому. Здесь подрядчику готово заплатить 705 тысяч рублей. Там будут установлены 4 новогодние ели и несколько крупных светодиодных фигур. А что, думают жители Твери, стоит ли тратиться на украшение городских улиц? В этом году надо по торжественнее, чтобы усилить народный дух. По бюджету городскому пусть и украшают. Можно, как обычно, сделать. Зачем что-то менять? Каждый год довольно красиво и улицы Трехсвятские, в принципе, весь город украшают. Я считаю, что, в общем-то, скромнее. Я думаю, что в этом году не надо особо раскошествовать. Потому что, ну, сами знаете, в связи с какими событиями. Я думаю, надо скромно отпраздновать и встретить, и все. Тем не менее, большинство тверичан высказались за более скромные украшения городского пространства. Хотя отказываться полностью от гирлянд и елок все же не хотят. Что касается народных гуляний на Новый год, то, опять же, большинство граждан считают, что нужно оставить торжества только для детей. Мол, обстановка не та, да и экономия средств будет. А многие города и вовсе отказались от праздничных мероприятий. Будут ли они в Твери, пока окончательно не решено. Но город все же украсит. Работы по монтажу украшений начнутся уже в ближайшие дни.